В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Кто ответит за смерть детей, утонувших в колодце? Вы узнаете из сюжета Аймам Геннесс. Жители Сарани замерзают. На протяжении четырех лет в квартирах микрорайона Горняк зимой термометры поднимаются чуть выше нуля. Оборвывают нас. За что мы платим? У нас теплее чуть-чуть, чем на улице. Как стать суррогатной мамой? Сколько стоят такие услуги? Обо всем подробнее в материале Ларисы Хусеиновой. Обо всем более подробно. Еще один восьмилетний мальчик провалился в открытый колодец в Темиртау. К счастью, он жив. Подоспевший вовремя отец успел спасти ребенка. Сейчас Диас Кадрыбаев находится в больнице. Он был доставлен туда с сильным переохлаждением. Это уже четвертый факт за последнее время, случившееся в области. В трех предыдущих случаях дети погибли. Когда сына вытащили, у него были вытаращены глаза. Он едва дышал. Промок насквозь. Чуть не захлебнулся. Муж его едва отыскал в воде. Кто за это ответит? Мама восьмилетнего Диаса, Жанар, показывает место, где случился несчастный случай. Именно из этого колодца мальчика и спас отец. Открытый канализационный люк чуть не поглотил ребенка во время прогулки. В настоящее время состояние Диаса удовлетворительное, но родители намерены наказать виновных. Они написали заявление в прокуратуру. Муж его вытащил, а сам выбраться уже не смог. Его вытянули водители, приезжавшие мимо. Нам повезло, что муж был дома. Колодец был открыт, но из-за снега сын не увидел этого. Мы переехали из Узбекистана недавно. Не знаем эту местность. Но просто так это дело не оставим. Виновные должны быть наказаны. В местном КСК жалуются, что в Темирта очень много бомжей. Возможно, именно они украли крышку от колодца. По информации прокуратуры области за последнее время зарегистрировано 4 аналогичных факта. Первый случился 23 января в поселке Кингер, города Жесказган. Там в колодец провалился 9-летний мальчик. Спасти малыша не удалось. Вторая трагедия произошла в Темиртау 6 февраля. Тогда в водосбросном колодце утонул 7-летний Азамат Айдаркулов. Третий смертельный факт произошел в Балхаше. Не прошло и двух недель повторилась трагедия с Диасом. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть недобросовестное отношение к обязанностям. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В отделе ЖКХ Темиртау пояснили, что колодец, в который провалился Диас, бесхозный. Сразу после инцидента туда были отправлены коммунальные службы. Сейчас воду откачали, люк засыпали. Работа ведется постоянная по монетолингу этих колодцев. Ну и вот дополнительно сейчас неплановый контроль будем делать. Все колодцы, да, на предмет открытости или аварийности. Четыре трагедии, три унесенные из жизни. Один малыш посевозь в больнице. Погибшим детям жить бы и жить, но чья-то халатность решила их этого. Сейчас все эти факты расследуются правоохранительными органами. В случае установления чьей-то демене им вразительство пяти для отмечения свободы. А если владельцев полосок не найдут, тогда и состава преступления нет. А значит за смерть детей никто не ответит. Аймамрина, Рустам Беков, Арман Натаев, Первый, Караганкинский. Жители Сарани замерзают. Обитатели микрорайона Горняк на протяжении четырех лет живут в квартирах, где термометры поднимаются чуть выше нуля. Уставшие от постоянной борьбы за тепло, они намерены обращаться в прокуратуру. Ведь жилье они получили по государственной программе и платят за его аренду. Подробности у Аймамрины. Жители четырех многоэтажек микрорайона Горняк купили свои квартиры в 2009 году по программе «Арендное жилье». Все бы хорошо, но спустя пару лет у них начались проблемы с отопительной системой. Отметки на градусниках не поднимаются выше 10. Людям приходится включать обогреватели. С счета за электричество приходят баснословные. К тому же им приходится платить за отопление около 17 тысяч тенге в месяц. Перерасчет им не делают. Батареи холодные. Дома холодно. Невозможно. У нас теплее чуть-чуть, чем на улице. Со слов жителей, в Акимат за помощью обращаться бесполезно. Их жалобы никого не волнуют. Перерасчет им делать отказались, ссылаясь на то, что люди сами должны менять трубы. А за некачественную работу подрядчиков они не в ответе. А что касается ремонта дома, это дом, получается, ту сумму, которую жители оплачивают за аренду дома, они оплачивают ту сумму, которую государство вложило в строительстве этого дома. Но ни в каком разе не оплачивают за эксплуатационные расходы. Такой ответ не устраивает жителей горняка, ведь жилье арендное. Многие до сих пор за него платят. Они намерены написать в областную прокуратуру и инициировать проверку законности действий чиновников. А и Маврина Арман Нартаев, первый карагандинский. В городе Сатпаев начато строительство девяти многоквартирных домов. Их сдадут в эксплуатацию уже в июне текущего года. Сегодня эти объекты посетил первый заместитель Акимова области Ассалбек Дюсюбаев. Он также побывал на стройке школы. Подробнее в следующем сюжете. На данный момент дом 11, корпус 2, уже запитан. Тепло отдали, подключили, все, работали. Строительство новых пятиэтажек началось летом прошлого года. Сейчас на площадке работают 375 человек и 45 единиц техники. Часть зданий уже воздвигнуты. Осталась черновая отделка и проведение инженерных сетей к ним. Новый микрорайон будет сдан в июне текущего года. Жители Сатпаева получат 460 квартир. До 20 марта, в третий подъезд, первый этаж полностью заканчивается. До 20 марта, 1 марта. Также Ассалбек Дюсюбаев ознакомился с ходом строительства школы на 600 мест. Ассалбек Дюсюбаев побеседовал с подрядчиками. Посетив здание лично, он поручил строителям соблюдать все нормы, исследовать графику. А имамрина Арман Нартаев, первый карагандинский. В общественный совет, который недавно образовался в регионе, вошли депутаты, руководители государственных учреждений и общественные деятели. На первом собрании совета утвердили план работы. Данная организация будет активно участвовать в решении актуальных вопросов региона. Председателем общественного совета был выбран научный деятель и экономист Еркара Аймагамбетов. На сегодняшний день был составлен специальный устав совета и план работы на 2016 год. Члены совета будут контролировать выполнение государственных программ и следить за ходом реализации проектов. Нарожная карта бизнеса, президентская реформа 100 конкретных шагов и бюджетным планированием. Хочу сразу сказать, что это не только высокое доверие, но и серьезная ответственность, поскольку перед общественным советом стоят большие задачи по обеспечению широких участия всех слоев нашего общества, принятия решения государственным органам всех уровней. Президент дал задание правительству – усилить работы общественных организаций. По словам специалистов, общественный совет при областном Акимате поможет побороть коррупцию и обеспечит прозрачность работы чиновников. Кроме депутатов и чиновников, треть состава была отобрана на конкурсной основе из активных и авторитетных людей региона. На собрании отметили, что членам общественного совета не предусмотрена заработная плата. Многие вопросы государственной партии будут рассматриваться для задания этого общественного совета. Общественный совет будет поддерживать тесную связь и с народом, и с властью. Организация должна рассматривать жалобы, предложения как высокопоставленных чиновников, так и всего населения. Какие будут результаты, покажет время. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Врачи утверждают, проблема бесплодия очень актуальна в наше время. Теперь вместо многолетних дорогостоящих курсов лечения можно воспользоваться услугами суррогатной мамы. За два с половиной года в Караганде родилось четыре ребенка. У 27-летней Елены уже есть двое детей. Когда первый ребенок пошел в школу, в семье возникли материальные трудности. Тогда мать-одиночка решилась на такой ответственный шаг. В клинике Елене все объяснили. Она прошла соответствующую медицинскую комиссию. Через пару недель ее выбрали в качестве суррогатной матери. После родов она поняла, что ее интересует не только материальный доход. Она была счастлива за пару, у которой появился ребенок. Благодаря Елене и другим суррогатным мамам у пар, которые по каким-то причинам не могут иметь детей, появляется возможность пополнить свою семью. Елена поняла, что ничего плохого и постыдного в этом нет. На вопрос, трудно ли расставаться с ребенком, женщина ответила, не задумываясь. Трудно расставаться с ребенком? Нет. Ребенка же, когда рожаешь, ребенка же не дают. Я родила, и все, я не видела ребенка. Потом по заключению договора получила свою оплату, и все. Суррогатное материнство в Казахстане официально узаконено. Стоимость такой услуги от 10 до 30 тысяч долларов, плюс ежемесячные выплаты в период беременности. В Караганде это еще не так распространено, но все-таки мамы должны соблюдать конкретные правила. Между семейной парой и суррогатной матерью заключается договор. Она должна быть в возрасте от 20 до 35 лет, иметь своего ребенка и пройти медицинское обследование. Для клиники и семейной пары не имеет значения, замужем она или нет. Но если замужем, нужно согласие супруга. В суррогатном материнстве участвуют три человека, в отличие от обычной семейной пары. Это, прежде всего, генетический отец, который дает сперму, генетическая мать, которая дает свои клетки. И третий – это генетическая мать, и третий – это суррогатная мать, которая будет вынашивать ребенка. Это генетическая пара. В каких случаях используют суррогатную маму, это, естественно, есть разные причины. Когда прибегают к суррогатной маме, это первое – это аномалии развития матки, в женщине отсутствие органа матки. Это может случиться при оперативных вмешательствах, например, при диагнозе, таком, как миома матки или кровотечение, которое случается в родах. За два с половиной года работы в Карагандинской клинике родились четыре ребенка. Более 20 семейных пар нуждаются в суррогатных мамах. В картотеке их всего восемь. Клиника всегда ждет желающих стать суррогатными мамами. Лариса Хусыновой, Сламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Адвокаты осужденного экс-премьер-министра Серика Ахметова подали апелляционную жалобу. Заседание апелляционной коллегии состоится 10 марта в 10 часов утра под председательством судей Рашита Нурмагамбетова. Судебное разбирательство состоится в здании областного суда. Вместе с Ахметовым апелляционные жалобы подали экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и бывший аким Караганды Мирам Смогулу. Напомним, ранее Серик Ахметов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Имущество конфисковали. Его признали виновным в совершении коррупционных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Бауржану Абдишеву дали 5 лет. Мираму Смогулу и бывшему зам Акиму области Габиту Мухамбетову суд назначил наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты громкого дела получили от 3 до 5 лет. К другим новостям. В день выборов на всех избирательных участках будут работать специалисты ЦОНа. Они помогут гражданам избежать конфликтных ситуаций. Люди без документов смогут проголосовать. Для них предусмотрены специальные меры. Председатель областной избирательной комиссии Яркарай Магомбетов отметил, что граждане, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, могут обращаться в Акиматы до 20 марта. Их фамилии будут внесены в список избирателей. После того, как гражданин попал в список избирателей, ему необходимо обратиться в ЦОН за получением специальной справки, которая подтверждает гражданство Республики Казахстан. Но эту процедуру нужно делать незамедлительно. Лицам, которым недавно исполнилось 18 лет, и они не успели получить удостоверение личности, также выдается соответствующая справка, дающая право принять участие в выборах. Специальный документ можно получить в ЦОНе. Учащиеся вузов и колледжей, которым недавно исполнилось 18, автоматически становятся участниками выборов. Они попадут в список избирателей от своего учебного заведения. Подобные проблемы с документами были и на прошлых выборах. Мы стараемся, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан имел возможность участвовать в выборах. На сегодняшний день в Карагандинской области ожидается более 800 тысяч избирателей. До дня выборов должны быть подготовлены все соответствующие документы. Областная избирательная комиссия призывает всех жителей принять участие в голосовании. Карагандинка Лаура Байшуканова пишет портреты известных людей. Девушка открыла в себе художника не так давно. На счету у художницы около 40 работ. Некоторым звездам Лаура уже успела подарить свои картины. А знаменитому земляку Геннадию Головкину хочет вручить его портрет лично в руки. Друзья Лауры, подшучивая, говорят, это удивительно, что проснулся дар. Менеджер СТО Лаура Байшуканова родилась и выросла в Тимиртау. Никогда не замечала за собой тягу к рисованию. Все, что нужно девушке для творчества, это обычный лист, простой карандаш и немного времени. Художница говорит, что самое сложное уловить и передать именно характер личности. Рисовать начала буквально 8 месяцев назад. В случае, то, что мой знакомый рисовал мой портрет, спина мне тоже понравилась. Всегда вообще нравился именно портретный жанр. Почему? Потому что он один из самых сложных, когда нужно передать не только внешние свойства, но еще какие-то именно характерные качества человека, эмоциональности, его характер передать. И тоже решила попробовать. Купила карандаши, бумагу, открыла видеороки в интернете и вот так вот начала рисовать. Художницу вдохновляют известные личности, их творчество и поступки. Сейчас девушка чаще пишет танцоров. Нравится передавать динамику движений. Над портретом главного боксера страны работала 5 дней. Каждый день по 3-4 часа. Результатом довольна. Неоднократно картину хотели купить, но продавать Лаура отказалась. А вот если бы вручить лично Геннадию, то я бы была на седьмом небе от счастья, призналась она. Сам Геннадий Головкин, ну вообще я давно его хотела нарисовать, он мне всегда очень нравился. Просто вот набивала руку, ждала такого удобного момента. Потом когда вот увидела это фото, вот решила нарисовать. Именно почему такой серьезный портрет? Все привыкли его видеть, да, то что он получивый, всегда позитивный. Но в первую очередь он, наверное, спортсмен. Спортсмен, который достойно представляет нашу страну, непобедимый еще никем. И вот я хотела представить его мужественно и серьезно человека. Девушка рисует на заказ, вырученные деньги отдает на благотворительность. Существует сообщество художников Art Help Key Z. В нем состоят 52 человека из 13 городов Казахстана. Рисуя картины, художники сообщества продают их, а вырученные деньги идут на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Лаура Большаканова уверяет, что есть еще чему учиться и ко многому нужно стремиться. А сердце Замбаева Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. В ближайшие дни нас ждет потепление. О том, какая температура будет в Карагандинской области и стоит ли опасаться паводков, в следующем сюжете. В Карагандинской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Если вчерашней ночью температура воздуха была 25 градусов ниже нуля, то уже сегодня она опустится до 20 градусов. Дневная температура воздуха минус 5. К 26 февраля ожидается плюс 5 градусов по Цельсию. На погоду влияет монгольский антициклон. По северу России проходят атлантические циклоны, которые постепенно опускаются в наши районы. 24-25 у нас сохраняется антициклональный тип, хорошая погода. Ветер переходит на южное, юго-восточное направление 9-14 метров в секунду. 25-26 уже будет наблюдаться усиление юго-западной до порыва 15-20. И преимущественно на севере и западе области. Как говорят синоптики, в этом году нам не стоит бояться резких паводков. Многотонные груды снега хоть и будут таять днем, но благодаря низкой температуре ночью снова будут замораживаться. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова